Здравствуйте, еще раз загрузится. Это у меня протоколок интернет-связи. Наконец-то. Тема у нас сегодня судороги диагностика, первая помощь, клинические признаки. Значит, судороги у нас, это непроизвольное сокращение мышц, которые появляются в виде спазма, возникают, могут как внезапно и продолжаться коротко-недлительное время. В некоторых случаях они появляются через какой-то определенный итак. Иногда могут вызвать сильную боль. Чаще всего там, допустим, подвержены нижние конечности. Значит, приступы могут быть вызваны метаболическими изменениями или заболеваниями, связанными с головным мозгом. Ну, существует классификация, да, судорог у нас по распространенности, это зависимости от локализации. Есть локальные, которые охватывают одну группу мышц судороги. Односторонние, это, допустим, какую-то одну сторону охватывают судороги, генерализованные всего тела. И тогда, когда происходят генерализованные судороги, то может появиться пена, и может происходить непроизвольное начистоскание, потеря сознания, дыхание спины. И дыхание может останавливаться. По продолжительности уделяются судороги клонические. Они могут быть продолжительного характера. Представляют собой частые сокращения мышц. Бывают как общими, так и локальными. Тоническими, также определяют длительный характер. Мышечное напряжение может быть в любой части тела. Иногда может сводить полностью все тело. Также клюз может захватывать дыхание. Тоникоклонические, это смешанные судороги. Сначала могут подняться тонические, потом клонические судороги. В случае, если наоборот, то есть преобладают клонические, то это называется клоникоклоническими судорогами. Мышечный бульс, это у нас периодически слабый. И отрывистое сокращение мышц на теле собаки, либо кошки. Внешне не напоминает подергивание. Встречается у многих животных. Причин может быть достаточно много. Во время конвульсионных судорога, когда животное может находиться в сознании и реагировать на голову с хозяином. Тонистическими судорогами, значит, они также не являются особо опасными. Значит, это может быть, какие-то нарушения в работе организма могут быть недовольные, значит, непостоянные. Собаки также находятся в сознании и могут ощущать какие-то дровые ощущения. Клонические характеризуются периодическими сокращениями мышц. и кружиток может быть 30-ти год между ними. Эпилептический припадок. Это как раз больше к генерализованному отношению к виду судорога. Значит, этот вид судорог, он у нас считается опаснее по отношению к другим. Значит, животное теряет сознание и мышцы постоянно напряжены. На какое-то короткое время мышцы могут расслабляться, животное может приходить с ним, потом опять не могут приходиться. Животное глаза могут быть открыты, когда крыты могут быть пены и вертолковости. По степени распределяют локализованные и генерализованные. Локализованные возникают определенную участку стелку, как я говорила, это либо какие-то конечности, либо верхнюю часть тела, либо только допустим морды. Значит, генерализованные это захватывают все мышцы. Причин много может быть у судорог. Первый это у нас относится недостаток в организме витаминов, например, витаминов В. Значит, также судорожные приступы могут быть при нехватке микроэлементов, это кальций, магний, калий, которые важны для работы мышц. Магний, например, очень легко дефицит магний получить. Также бывают проблемы, если щитовидно железовые тоже могут возникнуть судороги и потеря каких-то микроэлементов происходит. Гипокальцемия причиной становится судорог. Недостаток витамина Д также может быть причиной судорожных припадков. Ну, и главный витамин это группа Д. Крам. Малое количество жидкости, теряются минералы, кальций, как раз таки калий, магний и так далее. Влияние слишком высоких температур и так далее идут сплавы ударов. Нерациональное питание большое количество белков, продуктов, послеоперационный период, резкая смена температур, нарушение кровообращений в конечностях и продолжительные какие-то ситуации стрессовые. Значит, также могут быть причины какие-то различные заболевания, например, к сахарной диабете такое возможно, так как при этом заболевании страдает вся система организма. также если это инфекционное заболевание на столбнях, это острое инфекционное заболевание, оно опасное, везде присутствуют тенические судороги, это как один из признаков при остеохондрозах когда используют мочегонные средства для пустимих магний водуцикален соответственно также подключены резкое повышение криминного давления, заболевания нервной системы, онкологические заболевания голодного мозга, тяжелое протекание беременности, недостаток обмена вещественного и так далее в принципе эпилепсия у нас очень тонистический судорог эпилепсия самое распространенное самое заболевание и частая причина судорожных приступов и именно эпилепсия вызывает неожиданные сокращения мышц является тяжелым и опасным заболеванием с характеризацией расстройством функционирования головного мозга есть породы какие-то предосположения то есть породы животных которые чаще всего страдают эпилепсией считается больше длинношерства животных собаке разделяет рожденную эпилепсию которая дает от одного животного другого по наследству также эпилепсия возникает в следствии травмы головы собак и эпилепсия в следствии опухоли причиной первичной эпилепсии является генетическое нарушение при этом припадки могут происходить от полутора до пяти лет вторичная эпилепсия она уже вызывается какими-то заболеваниями чаще всего это травматические травмы которые влияют на работу нервной системы интоксикация может быть укусы насекомых поражение электротоком гемит и череп и мозговые травмы гиповитаминоза диабета и так далее значит у собак эпилепсический припадок состоит из трех этапов это первый аура на этой стадии припадок собака ведет себя тревожно будет густаться кулить и стараться спрятаться значит в следующей стадии дектальная стадия с утра сознания собака будет опадой голова и лап у нее сводит судорога и дыхание становится тяжелым выделяется при этом животное пенистая слюна в обильном количестве и пистептальная стадия это эпилептический припадок значит он уже завершается и питомец как бы испытывает еще беспокойство и нарушение дезориентации у него и будет еще какое-то время короткое будем ждать вот чаще всего он длится не больше 5 минут но если это связано с каким-то заболеванием он может быть постоянно повторяющимся заболеванием то есть собака вроде треховый спектр вот эти силы вот самое большое если просто генетическое заболевание только час может длиться типа дликемия может быть являться наследственным заболеванием может передаваться из поколения в поколение вот а поэтому перед тем как допустим диагностировать необходимо как же наследственно знать представлять собой серьезные серьезные заболевания и главным в том что это падение глюкозы в крови значит также может нарушаться метаболизм и приводит это соответственно заболевание печени почек чаще всего это регистрируется маленьких собак и к ним можно отнести этих шпицов чаще всего встречается и коопсия снижение содержание кальция у беременных собак чаще всего допустим раздвини или у кошек котят и щенков значит тоже встречается чаще всего у маленьких споруд собак почему-то бывает во время беременности для них вот проявляется не знаю вот значит и понимать что кальций это он участвует в многих процессах организма влияет на состояние мышцы поэтому дефицит кальция может привести мышечный спазм инфекция это как причина судорога значит к ним можно отнести вирусные инфекции самое опасное это бешенство передается через слюну с другим дальше значит могут вызываться грибковые инфекции либо бактериальные и также может провоцироваться различными паразитарными заболеваниями особенно у щенков и маленьких даже интоксиклазмоз интоксиклазмоз могут быть судороги большое количество паразитов и токсиклазмоз также у кошек можно назвать диагностика ну если у нас допустим говорить о том как диагностировать здесь сбор анализ клинический осмотр все под родословный анализ крови общего биохимического исследования различные дополнительные значит если есть в клинике невролог который занимается то звать конечно что это сделан невролог осмотр и он уже проводит инструментально изучать патронную диагностику проверяет рефлексы координацию движения исследование крови необходимо исследовать на гормоны на микроэлементы также в принципе бывает пчелочная психопатия поэтому в любом случае не заболевает внутренних органов и есть необходимая мобильная инфекция значит электроциклограмма это исследование мозга для того чтобы активности мрт либо кт проводят они являются достаточно точными метками диагностики и там можно послойно получить изображение увидеть если опухоль в браках или безнакачественную который может ставить ткани мозга либо нервы приводить причиной судорог лечение значит в любом случае мы должны объявить причину и лечить причину так как судороги у нас являются чаще всего симптом поэтому для этого необходимо знать как начинаются и протекает приступ для этого заводится специальный страт и засекается каждое время отличается уточняется какие заболевания перенесло животное какие травмы есть травмы подозначенной боли головы и наследственность выяснить в случае допустим если вы нарушение в гормональном плане то здесь проводится коррекция гормонов коррекция микроэлементов витаминов это третья причина стала в случае инфекционного заболевания если вы лечите инфекционное заболевание и сами лечите придавайте лечения в случае обнаружения головного мозга то так как у нас на 21 месяц могут провести операцию но в 8 месяцев он локализуется иногда может потребоваться УЗИ в брюшной полости либо сердце также рентген терпи под зоносником и как уже сказала УЗК специалист невропатолога основывается лечение нисколько на устранение судорожных припадков сколько на лечение самой причины значит назначается соответственно курс лечение необходимый могут назначить иммунистимуляторы могут назначить невротические лекарства которые будут снижать риски повторных приступов это сам источник подмагнения который у нас в этих лекарствах диазепан диазепан либо кардин диазепан курс лечения назначает врачи индивидуально по состоянию животного если у животного эпилепти то курс лечения по жизни также ну феноборбитал да если достается врач в каких-то вырубках можно назначать его это для лечения эпилептических припадок припадков для купильных приступов против не назначают это примедон поджиг ингридал да пар глимферал не всегда он назначает была у нас пока сидела на глимферале и пришла на все месяц 6 не мы назначали она была лечения значит некоторые назначают комплексную терапию изменяют значит термоконизаторы в случае если у нас щенков приступы судорожные случились то чаще всего может выступать отравлением либо болезнь подражает нас нарушение устраненности значит значит маленьких собак которые очень сильно возбудимы и темперамент бывает может быть у владельцев некоторые задавали такие вопросы во время сна бывает состояние которое напоминает судороги владельцы пугаются у кошек тоже такое встречается когда животное например поспуливает либо лапами или гушами и в принципе если пробовать собаку это прекращается это считается в нормальном состоянии лечении лечении лечения рекомен требует значит профилактика чаще всего расположены породистые животные в таком судороге и каталептическим припадкам но скорее всего это связано с тем что селекционный не стоит на месте до в организации с организацией и подразделения новых пород но некоторые моменты не учитываются Так же, если брать породные предрасположения, то чаще всего эпилепсия регистрируется у пуделей, хаски, такс. Гиркширские тельеры, чухая, шпицы, как уже было сказано, гипогликиния чаще всего подбережья. Так же, если мы берем взрослые животные, и у него приходят судороги, говорят, что периодически бывают судороги, и нас лечат непонятно от чего, то чаще всего это бывает как раз таки печеночная энцефанкотита, заболевание печени, старых почек, либо какие-то проблемы сердца. Поэтому в том случае, когда мы диагностировали, то есть не общий. Так же, ну, виситкальцы чаще всего встречаются у беременных и кормящих животных и мелких пород. Пудель. Так, сахаски, пудель. А из мелких пород это гипогликиния чаще встречаются у тихуа, шпицов и гиркширских тельеров. Значит, основное, соответственно, средство пудель, естественно, это вести здоровый образ жизни животного и полноценное питание, то есть которое будет балансировано по всем витаминам и микроэлементам. Также обязательно активные прогулки, да, важно это осмотры регулярные, если животные попадают, допустим, в категорию риска. Также нужно не забывать, что те животные, которые склонны к судебным припадкам, особенно это маленькие гиперактивные собаки, то у них могут припадки начаться даже после стресса. Поэтому нужно амминицировать стрессовое состояние для очень нервных и погребных животных. Ну, в принципе, все, наверное, это профилактика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...